Уже в следующем месяце состоится главное политическое событие страны – выборы президента. На то, чтобы отдать свой голос за достойного кандидата на пост главы государства, у жителей России будет три дня – 15, 16 и 17 марта. Как в городском округе Люберцы организована работа участковых избирательных комиссий и какими способами можно будет сделать свой выбор, выясняла Луиза Идиазарян. 15 марта в 8.00 в городском округе Люберцы начнут работу 173 избирательных участка. Голосование будет проходить традиционным способом. Избиратель получит бумажный бюллетень, сделает в нем отметку за кандидата и опустит в ящик. Как и во время предыдущих президентских выборов, у россиян будет возможность проголосовать по месту нахождения. Если вдруг избиратель находится вне места своего жительства, постоянного места жительства, например, это может быть телекомандировка, отпуск даже, то такой избиратель может подать заявление о включении его в списки избирателей по месту нахождения. Такое заявление можно подать с 29 января и по 11 марта. Подать его можно, как в любой МФЦ, в любую территориальную избирательную комиссию на территории Российской Федерации, также через портал госуслуги. Избирателям, которые не смогут посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предоставят возможность проголосовать на дому. Заявление на оказание такой услуги принимается с 7 марта до 14.00.17 марта. К нему обязательно придут члены участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования. Он также может реализовать свое активное избирательное право, находясь у себя дома, либо в больнице. То есть разные житейские ситуации случаются у наших избирателей. Мы идем навстречу в любом случае. Также принять участие в выборах президента можно, не выходя из дома и не вызывая к себе членов комиссии. С 29 января по 11 марта необходимо подать заявление для регистрации в личном кабинете портала госуслуги. Принять участие в дистанционном голосовании можно будет с 8.00.15 марта до 20.00.17 марта.